Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Я знаю, что наше время с вами будет проведено просто успешно и эффективно. Более чем уверен. Почему я не один сегодня в студии? Мой друг и брат во Христе, служитель церкви, пастор Василий Гортовел. Приветствую, пастор. Приветствую. Доброе утро, добрый вечер. Рад видеть тебя. Рад видеть тебя снова. Welcome back. Спасибо. Значит, пастор Василий несет служение в церкви Северной Каролайн, Ашвилл. Прекрасный город Ашвилл. И церковь называется Салвейшн. Славик Центр Салвейшн. Это центр славянский, центр спасения. Да. Поэтому, как я говорил, welcome back. Всегда рад видеть тебя. Знаю, что ты снова в духе, пастор Василий. А у тебя был вчера, кстати, в зависимости, когда вы смотрите эту программу, может, повторен. Но вчера у тебя был эфир с пастором Василием Федоровичем Райчинецким. Да, мы хорошее время провели. Хорошо было время, да. Да, да. Поэтому ты был ведущим. У тебя дебют был в роли ведущего. Пастор Василий. Как бы поладоль. Ну, надо, может, так сказать, уже войти в норму. Далековато. 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 Пастор Василий, мы будем иметь сегодня тему, мы говорили до эфира, и тему, которую мы согласны сегодня предоставить на обзор размышления наших зрителей, драгоценных и дорогих, это пророческое служение, это служение пророку, это дух пророчества. То есть все, что с этим... И работа Духа Святого. И работа Духа Святого. Потому что вне Духа Святого нет правильного пророчества. Нет служения пророка, вне работы Духа Святого. Поэтому мы с чего начнем? Мы начнем с того, что Дух Святой, он проявляем... Проявляем в Старом Завете был в свою меру и через своих помазанников, через пророков в обильной и обширной мере. Если перенесемся в плоскость Нового Завета, Дух Святой сегодня также проявляем обильно, обширно. Будем говорить намного больше. Намного больше через каждого, без исключения из нас. То есть если там пророгативой служение было на отдельных людей, на пророков, так сегодня это достояние для каждого, без исключения. Да, для каждого христианина. И также, пастор Василий, у меня к тебе будут даже личные вопросы. Я более чем уверен, что нас встречают сегодня ряд из наших зрителей, ряд из служителей, которые также практикуют пророческое служение. И Господь использует тебя в пророческом служении также. Господь говорит через твои уста. То есть мы будем даже, ну, некоторые вот такие практические советы и вопросы также будем сегодня поднимать. Вот почему пророческое служение важно, что следует за пророческим служением, что Господь сегодня говорит, если Он говорит. Поэтому, ну, давай, наверное, мы начнем со Старого Завета. Пожалуйста. Как мы вспомнили с тобой и одну историю Святого Завета, это Паравипенон, вторая книга написана. Там написано о двух царях. Был момент, когда жили два цари. Христиане знают. Если кто-то редко читает Библию, то мы напомним. Мы с тобой. В Израиле был цар Ахав, о котором мы часто говорим, что он не служил Богу или был послушный Богу. Нечестивый царь. Нечестивый царь. Хотя был один момент, когда Бог помиловал его, когда он смирился. Бог вынес приговор для него, послав пророка. А он испугался, смирился перед Богом. И Бог возвращает пророка, каждая идея поменял. Он так смирился. И говорит, даже Господь удивился. Смотри, говорит, как смирился. Как он смирился. Поэтому, кстати, мы чуть остановку сделаем. Кстати, я говорю иногда христианам. Бывает, христиане не верят, что Бог может их выслушать и помочь им только из-за того, что они считают себя недостойными. То я говорю таким христианам так. Смотрите, ахава. Бог говорит, что это был нечестивец. Но когда он смирился, Бог его помиловал. Тем более тебя, спасенного, омыток рою Христа, которого он назвал своим детем, неужели он не помилует? Так он в любое время тебя простит и даст тебе просимое. Может, не то время, которое тебе хочется. Но он всегда готов, как родители, своим детям помочь сделать свою работу. Однажды мне один человек, уже прошло немало лет, в служении, когда я был в одном, он говорит, Господь далеко от меня. Говорит, Господь меня не слышит. Там по причинам нет Господа. И он говорит, Господь далеко от меня. Я говорю, знаешь что? Говорю, Господь настолько далеко от тебя, насколько открыты твои уста. Сколько ты хочешь. Насколько открыты твои уста, открою. Да. Что ты скажешь, Господь, я виноват, я виновен. Прости меня, очисть меня от моего греха. То есть Бог на расстоянии. Господь от нас и в нас, не на расстоянии миллиардов световых лет, Господь на расстоянии моего желания, когда я открываю уста. Вот какое расстояние отделяет меня от такого далекого-далекого, казалось бы, от меня Бога, находящегося во свете неприступном. На расстоянии моего желания. Я слышал один раз пример, простой пример, рыбацкий. Мужик ловил рыбу. Да. И рыба разная ловится, а он меряет линейку и больше выкидает, а такую оставляет себе. Его спрашивают, почему? А он говорит, да у меня такая сковородка. И больше не влезет. Понимаешь, я говорю так людям. Мы уже зацепили глубоко. Я говорю таким людям, потому что это работа дьявола. В интересах дьявола, чтобы ты считал себя недостойным и даже боялся просить у Бога чего-то. Даже прощения просить. Даже прощения просить, потому что я недостоин, чтобы он, как тот говорил, пришел в мой дом. Но смотри, как мы должны действовать. Я так говорю. Когда дьявол тебе говорит, что ты такой, такой, то я говорю, ты соглашайся с дьяволом. Ты говоришь, да. Я такой. Но был, а сейчас нет. Я умыт кровью Сына Божьего. Я прощен. Он назвал меня своим. Оправдал. И я праведен через Горгофу. Все, дьявол. Я другой человек. Да. Если мы говорим об ошибках, есть ошибки. Но мы дети Божьи. И так мы даже на примере Ахава увидели, что все-таки Бог даже в нем что-то нашел нормальное. Поэтому дам смирение. Когда мы приходим, когда мы не идем к Богу, тогда, сори, тогда Бог свободен. Мы не просим у него. И мы говорили, что еще второй был царь. Это иудейский царь. Ну так был Ахау, царь израильский. Иудейский царь был Иосифат. В данное время, о котором мы сейчас говорим эту историю, они были родственники. Думаю, что они были швагры. Родственники. Родственники. Близкие родственники были. Библия говорит. И, как всегда, в Израиле были пророки. Божьи пророки, на которых сходил Дух Святой. Но в данное время мы поговорим о двух категориях пророков. Было много пророков лживых в царе израильском. Потому что какой был царь, так и окружение собирало себе. Тех людей, кому ему нравилось. Хотя он говорит, был, есть один пророк в моем царстве. Один. Он говорит, но я его не люблю. Потому что всегда, когда я его что-то спрашиваю, он говорит, он мне плохо. Ну как он скажет плохо, если хорошо, если он делает плохо. А там ситуация, если мы чуть копнем глубже. Была ситуация, когда этих два царя объединились, чтобы идти против сириан. Они хотели воевать с сирианами. Точно так, как и сейчас. Израиль воюет с Сирией. Это не новое. Это берет свое начало много лет. Это через все века. И вот этот царь израильский говорит, что юдейскому царю Иосифату, давай пойдем. Он говорит, конечно. Как ты, так я. Я иду с тобой. Но он говорит, надо было просить Бога. А я уже упрашивал Ахава, говорит. Я уже спрашивал. Мне уже говорили. А Иосифат, будучи богобоязненным, он служил Богу. И он говорит, что давай. Он же знал Ахава. И он знал, кого он спрашивал. То он говорит, слушай, может есть пророк Господний? Да, есть один. Но я его не люблю. Все равно, хоть ты любишь, не любишь, но призви его. И так, как они уже объединяются в одном деле. И Ахав призывает Михея. Призвал Михея. И точно так, как Ахав говорил, точно так и получилось. Но вначале мы читаем там такую мысль. Михей пришел. И он Ахава уже знал хорошо. То он начал говорить так, как ложные пророки. Типа в шутку с ним. Иди, все будет хорошо. А он даже не поверил этому. Он знал, что это не может быть. Чтобы Михей говорил так. И говорит, заклинаю тебе Богу. Говорит только то, что Бог тебе сказал. А, да? Скажу то, что Бог сказал. Успеха не будет. Я видел овец рассеянных. Израиль, как овец рассеянных по горах. И вы побежденные. Но здесь есть одна мысль. Я думаю, которую мы чуть-чуть задронем сегодня. И она будет очень интересная. И я бы сказал более. Она устрашающая будет. Или есть. Когда Михей сказал эту мысль. Она была противоположная тем мыслям 400 пророков, которые говорили другое. И этот главный пророк Сидекия. Из этих ложных пророков. Оказывается, он был когда-то Божий пророк. Потому что он говорит так. Он пришел, ударил Михея по щеке. И говорит, слушай, по какой-то дороге от меня ушел Дух Святой, чтобы говорить о тебе. Значит, он был пророком Господним когда-то. А сейчас оказался на другой территории. Вот. И вот это вот. Это настолько важная мысль. Настолько важная тема для каждого христианина. Очень важно. Что у нас, как и у Сидекии в свое время, могли быть такие отношения с Духом Святым. Что Дух Святой говорил в нас, через нас, но потом что-то произошло. И продолжай. И что самое опасное. Может быть, что мы не замечаем это. Я имею право сомневаться, потому что там не написано конкретно. Я могу думать, что этот Сидекия даже не знал, что от него ушел Дух Святой. Он мог даже не заметить это, когда это произошло. Он дальше чувствовал себя пророком, чувствовал себя на высоте в своем разуме, а на самом деле уже у него ничего не было. Оказывается, он же сказал, по какой это дороге, оказывается, на основании этого, есть дороги, по которых Дух Святой ходит. А есть дороги, где его нет. Давай проще скажем. Есть места, где Божье присутствие есть и Божья охрана. Есть места, где Божьей охраны и Божьего присутствия нет. И когда христианин оказывается на этом месте, он под Божьей охраной, под Божьим благословением, Дух Святой сходит на него, он получает благословение, он хорошо проповедует, он может пророчествовать, он может делать любые дела. Даже видение видеть. Я же говорю, пророчествовать, видение видеть, говорить тайны от Бога, но быть в руках Божьих. И вдруг, по какой-то причине, этот же самый человек может оказаться в другом месте, где нет, где не ходит Дух Святой, где нет Божьего присутствия, потому что Бог не может там быть. У меня есть одна тема, я говорил, где Яков говорит, что, братья, дружба с миром есть вражда против Бога. И когда мы находимся на территории или в позиции в дружбе с миром, тогда Бог там не может быть. И человек оказывается там. Но у него еще остаются воспоминания вчерашние, что он был в руках Божьих и делал Божью работу, и он это продолжает. Но потихоньку он уходит настолько от этих путей Божьих и от истин Божьих, уходит, как и тут Сидекия. Или как Самсон в свое время. Или как Самсон в свое время. Говорит, встану, как и прежде, и пойду. И написано, но не знал, что сила от него. Но не знал, что вышли, то и ушел. Вот смотри, и Самсон был великий помазанник Бога, а как же? Служитель. Назорей помазанник? Назорей, да. Назорей помазанник. В конце его жизненного пути Господь все-таки последний раз еще использовал его и явил свою славу. Пастор Василий, вот ты думаешь, то, о чем ты говоришь, может быть касаемо также для служителей, несущих служение? Потому что, может, мы глубоко пойдем. Может быть, что человек, некогда будучи в служении, не только проповедник, служитель, и его Господь использовал. Я почему задал такой вопрос? История Америки – это красноречивый показатель того, вот история церкви Америки, наверное, я более точно скажу. Да, да, правильно. Как Господь мощно использовал служителей, Господь использовал, вот, как мы говорим, тех героев. Будем говорить, множество служителей использовало. И потом что-то произошло, но не у Господа произошло. И человек может быть былой славой, былой славой, былым помазанием, вчерашним помазанием. Он думает, я вот, как и прежде, встану и пойду. А силы-то Божьей нет. А Дух Святой отступил. Я хочу сделать одну заметку, чтобы нас кто-то вдруг неправильно понял. А ну-ка, давай. Потому что мы иногда говорим о мужах Божьих, как в Америке принято говорить об генералах Божьих, которые действительно достойны похвалы той, как Бог их использовал. И вдруг мы говорим негативные вещи о них. Ну, как о Самсоне, или Давиде, или Сауле. То есть может быть такое или нет, да? Я хочу сказать, что мы говорим не для того, чтобы судить их или посмеяться над ними. Мы просто говорим, потому что если они написаны на страницах Библии, то они написаны для того, как преобразы. Конечно. Как преобразы, чтобы мы, читая, ага, такой-то человек, муж Божий, он был близко с Богом, но вдруг был момент, когда он упустился низко и сделал такую-такую ошибку. Если оно написано, то оно написано для того, чтобы мы что-то почерпнули для себя. И чтобы мы не оказались в той западне. И чтобы мы не оказались. И вдруг, если мы оказываемся в какой-то западне, чтобы мы понимали, как мы вначале заметили, что Бог не уставляет человека даже тогда. А он даже в ошибках, которые он делает, если человек смиряется и просит прощения, то Бог даже награждает его в тех ошибках и дает благословение. Понимаю. Смотри, какую свою ошибку мы иногда говорим за ошибку Авраама, которую сделал там, когда Авимилех, да? Он сделал ошибку, как и остальные люди. Я и ты, и мы можем делать ошибки и много других. Он ошибся не за то, что он хотел так сделать, но такая ситуация сложилась. А обычно, когда скрываются ситуации тяжелые у христианина, у него есть несколько секунд принять решение. Если бы было думать часы, чтобы он помолился, посоветовался с кем-то, а это бывает несколько секунд, я знаю, телезрители это знают, ты знаешь, я знаю, у нас есть несколько секунд. И вдруг принял неправильное решение. Но потом, когда он смирился пред Богом, я видел один фильм, как он ходил, когда цару забрали, как он ходил там, смотрел за этими окнами, что творилось в его душе, это он знает. Когда он сказал царю, что это не жена, а сестра, потому что боялся, чтобы не убили его. Да, то Бог вступился за него, говорит Абимилеху, отдай ему жену, я сохранил тебя, и пусть он помолится, ибо он мой пророк. Это Бог сказал? Бог сказал, он мой пророк, и ты будь осторожен с ним. Но еще кое-что сказал. Тогда, когда Абимилех уже собирается отдать ему жену, а он говорит, дай ему немножко и богатства. Ну да. Вот награди, и он его наградил. Он был очень довольный, что Бог его не поразил. И он благословил. Что я хочу сказать? Что когда мы признаем свои ошибки, то Бог награждает. Я не говорю, что золотом и долларами. Но он благословляет, приносит нам, дает благословение, награждает за смирение, как за Ахава мы говорили. Что интересно, что вот такая личность, как Абимилех, это не самая блестящая в смысле доброго примера и показательная личность. Но тем не менее Господь даже, я ему говорил, да, что интересно, Господь даже, Господь даже вот таким персонажем говорит, отрицательным персонажем. То он им говорил по двум причинам. Мы можем даже подумать, что он говорил с ним не за то, что он его любит. Ну да, конечно. А говорил с ним за то, что он любил Авраама. Да. И дал понять ему, с кем Авраам имеет дело. Что Авраам имеет дело с Богом. Это Бог так сказал. Он мой пророк. Представь себе. В самом разгаре ошибки, когда Авраам в душе плачет, ходит, не знает, чем закончится главное, а Бог говорит о нем, это мой пророк. Ты думаешь, Господь может говорить сильным мира сего людям, не знающим Бога? Конечно, может говорить. Может говорить. У него есть много методов. Но смотри, мы в Библии видим много случаев, когда Бог нечестивцем являлся в Оснах. В Оснах, да. В Египте. А Новохадоносор возьми. Я говорю, Даниила написано. Даже кисть руки писала на стене. Это было чудо. Да. Это было чудо. Это Божье явление было. Бог явился в такой стиле, где у него колени, царя колени задрожали. Может, мы, может, мы не видим это на телеэкранах. Может, мы не видим это в газетах, в журналах. Но я тоже согласен. Господь говорит этим царям, далеким от Бога. И на Ближнем Востоке, каким-нибудь там арабам, которые это... Каким-то образом Господь говорит. И в России, может быть, и в Украине, и в Беларуси. Господь им как-то говорит. Мы не знаем, как. Но я более чем уверен, Господь говорит. Так смотри, какими путями. Мы очень... Глубокая тема, и он отцепляет и отцепляет. Мы... Знаем такую личность, как Тезь Моисея. Да. Тезь Моисея был священник Мадьянский. Конечно. Мадьянский. И история говорит, что он еще и князь одного племени был. То это большой человек был. Хотя он был потомок Авраама, история говорит. Он был... Это были потомки четвертого сына Авраама от Хитур. Мадьян. Да. Это были потомки. Но они не служили Богу. Они служили... Да, Мадьянитяне, они не служили. Они служили другим Богам. Но Моисей, когда пришел в его дом, не знаю, объяснял Моисей, кто он или не объяснял, но он в 40 лет был в его доме. Но потом есть одна история. Моисей ушел выводить народ израильский из Египта. Ситуация сложилась, может, не так, как хотела. и он отправил жену и двоих сыновей снова к Тестю. Бог говорит, может быть опасность в кустыне, давай ты побудешь там. Но вдруг этот Тест его, он слышит, так написано, он слышит, что Бог сделал для Израиля, как провел их через Черное море, как потопил египтян, как дал воду, там несколько дней они шли только. Несколько дней. И он берет и приводит жену и сыновей к этому. К Моисею. К Моисею. Но есть одна очень интересная история. Когда он приводит к Моисею этих своих внуков и дочь, то написано, что он принес жертву живому Богу. Так, написано, да. И настолько было искренне это, что князя израильские присоединились к нему и вместе ели хлеб и вместе просовяли Бога. И после этого, даже когда Моисей оказался в затруднительном положении, Господь использовал его тесты, дабы использовать через его встанки. И очень правильные советы были. Настолько неисповедимы пути Господни. Божия работа настолько обширна. И непонятно. И непонятно. Да если он через осла говорит, через осла, безымянного осла. Неужели Господь не может использовать осла, имя которого Навуходоносор там? Любой. Любой. Я не сказал, что Навуходоносор осел. Ну да. Интересно. 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 И зато работа Духа Святого она работает мы имеем историю. Мы много. Сегодня мы уже вспомнили несколько персонажей этих. И позже мы ряд, примеру, видим, что происходило, когда работает Дух Святого. Оно нам говорит вот о чем. Оно нам говорит о том, брат Юра, что мы если человек доверяет Богу и понимает, что он тот, кого Бог может использовать, если мы доверим ему и будем делать так, как Бог говорит, тогда он может через нас этих ничтожных, слабых людей, как дьявол говорит нам иногда, шепчет на ухо, что ты такой, ты такой. Да, я был такой, но сегодня я другой. Я в руках Бога. Я сегодня другой. Мы сегодня другие. Тогда Бог велико может использовать людей. Мне рассказывал один из служителей Филадельфии, может он смотрит, потому что он говорил, что он смотрит эти передачи, говорит, я смотрел, я слышал тебя, я скажу, ну и как? А он говорит, я бы тебе позвонил сразу, если бы что не так. И он рассказывал, в его церкви был один парень молодой, если не ошибаюсь, даже черный. И ему было 17 лет, даже меньше, он просит, дай мне крещение. Чернокожий. Да, дай мне крещение. А поведение его не соответствует. Я ему говорю, ну слушай, он говорит, пастор, ты мне дай крещение, ты увидишь, что ты не ушибешься. Ты видишь. Ты не ушибешься, ты дай мне крещение. И он преподает ему крещение. Кажется, уже семь церков открыл. Это черный. Где-то пошел миссионер, семь церков, Бог сильно работает через него. О чем я говорю, что если простой человек, который даже, ну, не привлекает особого внимания, я имею в виду своим характером и поведением, не кожей, не цветом кожи, но Бог может взять его тогда, когда мы говорим, Господи, давай, используй меня, если хочешь. В наших глазах мы можем настолько унизительно и пренебрежительно к кому-то относиться, глядя на возраст человека, глядя на отсутствие духовного опыта человека. О, да. Но у Господа другие планы, может быть, относительно. Он мгновенно меняет человека. Один пример приведу. Пожалуйста. Один пример. Это знают все, абсолютно все. Саул, царь израильский. Это был тот, которого Бог поставил на царство. Но мы берем один момент в его жизни. Пророк, когда помазывает его, и он говорит, в тебе будут три знамения. Но одно из знамений я хочу напомнить. На тебя сойдет Дух Святой, и ты станешь другим человеком. Казалось бы, ну, может заметить жена, что он стал другим человеком. Может он думать, что он, как сказал один брат нам, когда уже за 60, тогда мы становимся чуть добрее, чуть умнее. То он мог понять. Но в данной ситуации другие люди видели это. Другие люди. Они смотрят на Саула. Должны, другие люди должны же заметить. Но обязательно. И у Саула так было. Ну, конечно. Они видели. И говорят, разве это Саула? Так он не такой был. Он поменялся. И это, когда сходит Дух Святой, тогда люди меняются. Это закономерно. Так должно быть. Так должно быть. Это закономерно. Это так должно быть. Если люди доверяют Богу, и Бог использует их, то это происходит. Несмотря на недостатки людей. Да. Мне нравится один пример. Идем к апостолам. Да-да. А потом ближе к себе. Христос собрал вокруг себя апостолов. Было что-то там в них получалось, что-то не получалось. Мы находим. Иногда они справят, почему мы не могли сделать это. И он читает им мораль в одной истории. И говорит, почему вы так мало веры, у вас не хватает веры. В общем, высказали им все то, что на самом деле было у них. Он все им высказал. А потом поделил по два. И сказали, идите, проповедуйте, исцеляйте, изгоняйте бесов. В чем самый секрет этой ситуации? Я вижу. Может, оно есть больше поинтов, но я один поинт вижу, такой яркий. Он дал им понять, кто они, а потом посылали их на эту работу, чтобы они знали, что сами они ни при чем, что им везде нужен Бог. Им везде нужен Дух Святой. Почему важно для каждого христианина или работника на Ниве Божьей, чтобы он понимал, что сам он этими руками, этими устами, или своим действием он не может ничего сделать, но когда включается Бог, идет впереди, а он идет за ним, тогда эти результаты колоссальные. Бог берет наше несовершенство, наше неумение, нашу неповоротливость и берет и настолько облагораживает нас, облагораживает, освящает, отделяет, очищает нас и использует для своей славы. Почему апостол Павлов, наверное, говорит, что в немощи он силен, проявляется сила Божия, в его немощи проявляется сила Божия. И опять, Юра, два поинта в этом есть. Первый поинт, то, кто работает эту работу, то он, понимая, что это делает Бог, и что вся слава принадлежит Богу, он не берет себе. Второе, тем людям, кому мы проповедуем, за кого молимся или делаем работу какую-то, то те люди понимают, и мы им можем объяснить, и они нас могут понять, потому что мы точно такие люди. Приходит этот человек и жалеется, но у меня не хватает веры, или там приходит страх, а я ему говорю, я тебя понимаю, у меня тоже такие моменты бывают. Понимаешь? Бог использует. Если бы пришел к этому человеку кто-то с ангелов, святые люди, то он бы сказал, тебе хорошо говорить, потому что ты ангел, но ты не можешь понять меня, потому что я живу на земле. Поэтому Бог посылает работников на той же земле, с той же земли людей, даже он сам принял образ раба, принял образ человека. Он полностью вид человека принял, чтобы он вошел в сущность людей, чтобы он понимал людей. Он приходил на похороны, он плачет, он уставший, ему надо отдохнуть, он понимает, и поэтому такой именно ходатой получился в нас перед священником, который сидит истинный Бога, и когда мы молимся, и плачем, или просим, или просто мы говорим, Господи, я уже устал, то Иисус говорит, я тебя понимаю, я там был на земле, так написано, что он был искушаем во всем, кроме греха, и нам искушаемо может помочь. В другом месте апостол Павел говорит, дабы преизбыточеству еще сила его была приписана Богу, а не нам. Совершенно верно. Вот в чем весь Божий интерес. И даже за это Седекиев мы говорили. Возможно, в его жизни были моменты, когда он приписывал себе, и это было его падение. Наверное, вот это эго. Самая большая ошибка. Вот это эго наше, что это ж я. Так написано. Гордость начала падения. Возможно, все такие были. Возможно, какие-то другие тоже были отклонения, но тем не менее, наверное, когда я нахожусь в любом из видов служения, в любом из видов служения, в любом, в большом или в меньшем, масштабом, в масштабном, менее масштабном, популярном, менее популярном, в любом. В любом. В любом. Но до тех пор, до каких я понимаю, кто я есть, и я... Работает Дух Святой. Совершенно верно. И я свои возможности, свои способности я не позволяю переоценивать. Понимаю, что они пришли. А как же? Я не переоцениваю себя. Потому что есть ложная самооценка. Очень важно оценивать себя правильно. И оценивать себя в соответствии с тем... Апостол Павел пишет по мере веры. Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что можно или перегнуть, можно перегнуть, или наоборот... Или не менее опасно недооценить себя. Не дотягивать. Не менее опасно. Насколько важно... Апостол Павел говорит, благодатью Божию Господь. Есть, кто есть. Я есть то, кем есть. Сто процентов. Я не есть больше, я не есть меньше. Я не спереди, я не сзади. Я есть то, кем я есть. И до тех пор, до каких я знаю, кто я такой, и кто Бог во мне, и соответственно этой философии жизненной я поступаю до таких, со мной будет, наверное, все окей, пастор. Зато апостол Павел... Почему апостол очень много говорит об этом? Я не готов точно назвать цифру сейчас, но примерно. Если в посланиях, всех посланиях, слово гордость написано около 40 раз, то в посланиях апостола Павла 37 раз. Почему? Потому что Бог настолько его употреблял, он настолько был, на самом деле, большой человек и до уверования, и после уверения, он же говорит, у меня нет никакого недостатка в дарах духовных. Я на небе был, там был, ну, большой человек. И у него, он видел опасность, как можно возгордиться. Ты знаешь, в прямом эфире можно так, с глазу на глаз, по секрету? По секрету, да. Исповедуюсь перед тобой. Однажды, в одном из мест, подошли ко мне друзья, и мне говорят, и мне говорят, ну, вот, брат Юра, и там начали какие-то, ну, достоинства, вот там, и то, и то, какие-то плюсы. Я говорю, друзья, я вам скажу откровенно, я знаю себе цену. Я вам очень признателен, плюсы, это два минусы. Я вам очень признателен, говорю, за ваши добрые, теплые слова. И я не хочу оскорбить вас в том, ну, то, что я скажу. Но не продолжайте. Ну, я знаю себе цену. Ну, да. И ты знаешь, когда я сел в машину после этого, я сел в машину, и я такой внутренний голос от Господа услышал. Знаешь, что Господь мне сказал? Ну, Я же не говорю, что там гром гремел, или молнии сверкали. Юрий, ты очень правильно поступил. Это ловушка. Это, потому что, если бы я расправил плечи, вот, вот ты понимаешь, я бываю на разных, бывает, в разных служениях, то, другое, третье. Может, это будет, пусть будет как предостережение для ряда служителей, может, и пископов, может, известных пастырей, которые нас смотрят. И, когда выходит кто-то вот из числа, из числа приближенных, и начинаются фанфары, начинаются похвали, хара петь. и я сижу, рядом сижу, тоже на сцене сижу, и мне настолько, я понимаю, кому честь, честь. Это нормально. Это нормально. Мы же не должны друг друга то опускать. Но, когда я вижу, и мне неудобно, не за себя, мне неудобно за этого служителя. И думаю, а ну-ка, когда он встанет, и скажет, стоп, стоп, это уже ту мач, перегнули, а ну-ка остановитесь. И есть такие служители, которые так и поступают, и говорят, друзья, я знаю себе цену, а есть служители, и мое сердце скорбит насчет этих служителей. И тем более, Дух Святой тоже скорбит. Когда расправляются мои плечи, и сразу нос на ветру, и я же думаю, что это ж я, это ж как на уходоносор. Помнишь, ходил? О, да. Да. Говорит, это ж моя рука сделала. Не моя ли рука это сделала? И рассматривая свои владения. Однажды один из служителей, Бог дал им хорошую церковь, дал. Красивое здание в одном из штатов. Красивейшее. Которое церковь стоила 15 миллионов. Да, они приобрели за 6,5. И когда я попал туда, служитель, он ходит, и вот так вот я вижу расправленные плечи, вот, вот, что Бог дал, вот, Бог дал. И я поймал себя на мысли о том, что это хорошо, но я там больше услышал я, к сожалению. И от этого сердце моё слезами обливалось. Больно стало. Больно стало. Я больше услышал много я, чем я услышал Господь. в языке и было так в своё время. Продолжай, пастор. Смотри, если мы о некоторых людях говорим, и мы сомневаемся, если мы даже о Сидекии говорили, и я говорю, что я предполагаю, мы можем огадывать, то если мы говорим о Сауле, то мы знаем точно, что у него было всё то, все те перемены и благословения, пока он себе памятник не сделал. Он понял, он видел благословения, он видел успехи. Бог делал чудеса его руками. И он себе памятник. Прямо при жизни. При жизни. И Бог говорит Самуилу, иди, ещё одно испытание сделаем. А потом попробуем ещё одно испытание. Он ещё, Богу не понравилось, я так вижу эту ситуацию, Богу не понравилось все эти поведения Саула до того момента. Но он говорит, скажи ему там, собери народ, принеси жертву. Ещё одно испытание сделаем для Саула. И Саул собрался, а Самуил опаздывает. А Самуил задержался. Задержался. И он приходит. Ещё одно непослушание, которое решало всю его жизнь. Я не знаю, чтобы сказал Самуил, чтобы был, ну, я как не знаю, знаем, Самуил сказал ему, если бы ты подождал, сегодня бы утвердилось твою цельство. Смотри, какой тест Бог сделал ещё. Несмотря на его ошибки уже, на его наклонность уже, он уже пошёл по уклону, Саул. Он уже больше внимания на себя обращал. и если, я так представляю себе, что если он после какой-то победы, он больше говорил о себе уже, чем о Боге. Но Бог решил ещё один тест сделать. И сделали ему один тест. Самуил сказал, если бы ты подождал меня, то сегодня бы твоё царство утвердилось, Бог бы благословлял тебя, это я уже свои слова добавляю, а так сегодня у тебя забирается, с сегодняшнего дня у тебя забирается царство и дам ближнему по тебе. Это ужасно. Так может быть с любым человеком. Пастор Васильевич, почему Дух Святой, о котором мы говорим, и присутствие, пребывание Духа Святого, почему настолько это нежная личность, что человек может ходить по острию, по острию, прям по грани может ходить? Потому что Бог, написано, что Бог есть Бог-ревнитель. И он не даст славы своей иному. Все. Это Бог-ревнитель. Ты понимаешь, что такое ревнительность? И Господь, получается, даже на примере Сидекии, Господь не зачел, не зачел, то есть, как зачетную, не учел. То, что он делал раньше. То, что он делал раньше, потому что, видно, переступил черту. А вот как не переступить вот эту черту? Как притча написано в Евангелии, притча написано, что приходят подобные люди, я так думаю, подобные люди, как Сидекия, и скажут, Господи, так мы твоими руками. То есть, мы делали чудеса, мы делали знамение твоим именем. Это подобные люди. Но наступил момент, когда они перешагнули на дорогу, как мы говорим, куда нет Божьего присутствия, и куда не ходит Дух Святой, и Бог говорит, я вас не знаю. Это там, в притче написано, когда пришли на небо. А он говорит, я вас не знаю. Ну, как ты не знаешь? Ты на наших улицах был, мы твоим именем дела творили. Как опасно. Это оказывается, эти люди были на другой дороге. В данное время уже. Они были на одной дороге, как Сидекия, потом вдруг оказались на другой дороге, и не знали, и даже не знали, и не подозревали. Вау! Настолько, настолько, настолько это тонкая вещь, вот, настолько она тонкая вещь, что мы должны быть, я верю, что христианин, он всегда должен быть на чеку. Вот, расслабился чуть-чуть. Стоит расслабиться в духовной сфере, чуть-чуть, духовной. Оттуда чуть-чуть, может быть, оттуда хватил лишку, оттуда чуть-чуть хватил, что-то от своей плоти что-то проявил, и Богу это не понравилось, и все. И что происходит в духовном мире? В таком случае, когда человек чуть-чуть проявляет своего, или по каких-то причинах он чуть-чуть уклоняется от огня Святого Духа, от Божьей благодати, а дьявол же контролирует. Были моменты, когда падали большие люди, и дьявол говорил за них так, я 15 лет ходил за ним, чтобы его уловить. ты представляешь себе, 15 лет, или там года, или пол жизни, дьявол ходит за тем или другим христианином и подсунует ему, сегодня не прошло, а завтра он больной, грипп, температура, может сегодня пройдет, потому что он слабее, а может у него такая ситуация, может сегодня пройдет, не прошло это, может это подсунуть ему, понимаешь, дьявол ходит и он улавливает, он ищет моменты, почему как важно всегда быть в Божьем присутствии, почему Давид просит, он просит мимоверного, мы говорим, мне очень нравится, я часто показываю у себя, когда проповедую, на скрине там храм, в разрезе храм, скиньо, святые святые, оно очень приятно, оно вдохновляет, как это все, там эти светильники, жертвенники, умывальники, ну а если уже за святой и святых говорим, то это уже этап, финал, это очень приятно, и Давид, это мы только воображаем себе, но Давид жил в те времена, он помнит, когда тысячи хоров, когда слава Божия сходила, когда священники не могли стоять на сружении, ибо слава наполняла храм, он это видел, хотя в святой и святых он не был, но в святилище, то он говорит, Боже, дай, чтобы в душе моей, я своими словами передаю, была та слава, которая его святилище, вау, Давид, да я знаю, мы с тобой бы не против, чтобы такая слава, как там была, представь себе, мы заходим, какие-то, бывало, я, когда был молодой, мы много ездили, с женой было время, и бывало, заходили в монастыри, в какие-то храмы, исторические, ты зайдешь, и вся такая обстановка, аж меняется, а что было в храме, и Давиду хотелось, чтобы такая слава была в его душе, и он знал, что если бы это было в его душе, всегда вся гарантия полного повиновения Богу и никаких проблем. Пастор Василий, давай перейдем в плоскость практического служения, ты практикуешь пророческое служение, и Господь использует тебя в роли пророка и пророчествующего, когда Господь говорит через твои уста, когда Господь говорит, вот, каким образом ты готовишь свой внутренний мир, внутренний человек, для того, чтобы это то, что течет, чтобы оно было чисто, без примесей, чтобы это было, как апостол Павел говорит, я от самого Господа принял и вам передал. А ну-ка, смотри, если мы в двух словах, если мы говорим о пророческом служении, то оно делится на два, на две категории. Есть слово знания, где раньше в нашем братстве и в нашей стране, где мы жили, он не употреблял. Учения не было такого. Не было. Не было. Слово знания. И есть пророчество, какое слово. Это есть две разницы. Есть пророки, кому Бог, мы читаем, Бог говорит, передал ему слово в любом месте и говорит, или позвони ему, или придешь в церковь, скажешь ему. Есть слово знания, мы служим, но это небольшая проблема, если мы это объединяем. Это небольшая проблема. Но я много имел, я, будем так говорить, с 22 лет своей жизни, молодости в этом служении. В пророческом служении. В пророческом служении. Духовном. Мне, когда было 20 лет примерно, чуть за 20, и когда Бог мне поручил это служение, то Он сказал, ты будешь совершать молитвы, молиться за людей и благослуживать людей. И я это делаю по сегодняшний день. И вчера, эти дни, вчера, после вечера в этом городе у меня есть друзья, и Бог использовал в многих домах, в семьях, где есть проблемы, еще старые проблемы. Мы много молились, и Бог использовал. Поэтому у меня есть для этого, где молитвы и благослуживать, есть некоторые говорят так, спрашивают, ты молишься за кого-то перед тем, или не принял исповедь. Я говорю, я да, молюсь. Они так смотрят на меня, я добавляю. Христос так делал, и мы так делаем. К нему приходит человек, он не спрашивал, кто ты, или кто может сказать за тебя, кто ты. Христос знал, что в человеке. Как ты практикуешь? Он его благословил, дал ему, а когда тут уходит, а он напоминает ему, пожалуйста, не греши больше. Иди в предыдущий. Не греши больше. Потому что когда приходит Дух Святой, тогда внутри происходит та работа, которую мы никогда не можем сделать, никакой исповедью, ничем. Ты понял меня, о чем я говорю? Поэтому я говорю так, моя задача привести человека к ногам Иисуса. Да. Убедить его, что там тебе будет хорошо. А там уже делает Иисус, не мы. Понимаешь? Там уже Иисус делает. И я могу помолиться за человека на тротуаре, если он попросит. Даже не спроси Димени. Понял. Был момент, когда мы там где-то в ресторане кушали сружителя, и одна официантка помню, я вижу, когда вы пастора, вы можете помолиться за меня? Конечно, можем. Спроси, какое имя его, я не знаю. Ее имя. Мы не спросили имя. Мы помолились, благословили. Даже Бог говорил ей про родственское слово. Говорил. Даже про родственское слово ей говорил, сказал, что ей нужно сделать. Так делает Бог. Поэтому люди, мы уже говорили, которых Бог употребляет, они должны быть всегда при этом в гне. То есть ты не имеешь права быть расслабленным? Да, мы не имеем права быть расслабленным, потому что мы не знаем, в какое время кто позвонит и попросит за него молиться. Или куда Господь отправит тебя? Смотри, написано, что Иисус воскрес, вышел на высоту, пленил плен и дал дары человекам. И там есть пять даров. Ты помнишь какие? Да, конечно. Повтори, пожалуйста. Это ты говоришь за дары служения. За дары служения пять, которые Иисус, дары Иисуса, как мы говорим, которые распределили. Учителя, пастора, учителя, пророки, апостолы, пять этих. И если мы говорим о каком-то другом служении, то мы можем думать, но о слове знания, если мы говорим, то Дух Святой пришел на данного человека, употребил его, он выговорил свое и сел, он снова нормальный Василий и Юра. Есть из этих пять даров пастор, идем пастор, его в 12-30 ночи ему позвони, ему звонят, пастор, мою дочь забирают в госпиталь, приедь, помолись. В 12, в 3 часа ночи, вечером, днем, он всегда пастор. Ты понимаешь? Конечно. Независимо от его духовного уровня. Он должен быть пастором. Он пастор. Он не может, он не имеет права сказать этому, кто ему позвонил, слушай, я как-то чувствую себя нехорошо, давай я завтра приду. А человек через 2 часа умер. Да, да, да. А ему надо было исповедь. Точно так и пророк, да? И эти пять даров и пророки, они должны быть всегда в форме, в какое время люди обратятся к нему, они должны быть готовы. Хорошо. А как ты, вижу, время стремительно идет, каким образом, если бывает не то, что искушение, а бывают опасения у тебя, чтобы отсеять плевелы от чистого зерна? Вот ты чувствуешь, что сила Божия сходит на тебя? Появило слово? А ну-ка. Скажу, я, если чувствую, что у меня нарушен мир, были моменты, когда у нас в церкви были некоторые проблемы, ты знаешь. Я прихожу в церковь, сажусь на свое место, я пастор, но в душе я чувствую непорядок. И я так молюсь искренне, иногда закрывал и со слезами молюсь, Господи, дай мне твой мир, верни мне то, что должно быть, потому что я знаю, что сейчас люди, возможно, выйдут наперед за них молиться, и я должен быть на своем месте. Я не скажу, выйди ты. Он скажет, а при чем я? Ты должен выйти. Я это сам знаю. Я должен выйти. Был один момент, я был больной, были моменты, когда у меня головная боль была, и я сижу, вечернее служение, никто не забуду. А голова болит, раскаливается. Я уже только жду, чтобы закончилось, чтобы уехать домой. И вдруг люди выходят наперед, чтобы за них молиться. А у меня тут такое состояние, я боюсь, что я упущусь по ступень, там где-то 6 ступенек было, что я могу упасть. И я прошу, Господи, пожалуйста, дай мне, чтобы меня перестала болеть голова, пока я совершу за них молитвы, потому что будет стыдно, если твой служитель упадет по ступеньках. А дальше пусть болит. И слушай, что происходит. Еще там поют псалом, люди выходят, и мне кто-то положил руку на плечо сзади. Я повернулся, думал, что кто-то сделал, что-то сказал, как обычно бывает. Сзади. А там никого нет. Я повернулся вперед, что-то неправильно. Я так учусь у судов. Ты старайся. Старайся. Потом, если вдруг ты не можешь сделать, еще такие моменты. Я это не объясняю людям. Я по секрету говорю. А ну-ка. Но я говорю, церковь, молитесь. Молимся за судов, молитесь за нас. Или даже я ничего не говорю, просто церковь молимся. Потому что я знаю, когда молитва от церкви поднимается, тогда Дух Святой опускается, приходит огонь, и все эти сомнения уходят. Я так сам, любую работу я делаю, у меня приходят сомнения. Даже в процессе работы приходят сомнения. Примерно. Были моменты. Я вчера имел беседу с некоторыми судами, которые зайдут в управление и боятся работать. То есть я им говорю так. Был момент в моей жизни. Думаете, что если я 40 лет уже работаю, то нет каких-то сомнений или чего-то. То я говорю, был момент. Я в церкви, в зале, и я подхожу к людям и говорю то, что Бог сказал. Подхожу примерно к сестре и Дух Святой говорит, дочь моя, а дьявол шепчет, если она неверующая. И это правильный вопрос. Почему не может быть неверующим? Понимаешь, как дьявол работает, сомнения. Потом я, то в тех моментах, я уже когда вижу, что он атакует, если один раз, то пор бит. А если он продолжает, то я прошу, церковь молимся. Я сделал паузу, одну минуту. Церковь молится, снова приходит сила, и мы снова продолжаем работать. Интересно. Это практическая часть служения. Пастор Василий, я очень рад, очень рад за слово, за советы. Опять говорим, это не наше. Это не наше, да. Господь, да благослови. Все. Спасибо. Господь, да благослови. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Мы говорили, вы услышали. И Господь был с нами, и Господь с вами там, где вы есть. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословенны. Мы благословляем вас именем Господа Иисуса Христа соединения и с пастырем. Пусть мир Божий, Дух Святой в ваших сердцах делает большую работу во имя Иисуса Христа. Оставайтесь с нами на импакте. Всего хорошего. Будьте благословены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова